Мой доклад будет посвящен гипотетическому протезу зрения на уровне первичной зрительной коры. Я занимаюсь математическим моделированием и никаких результатов, касающихся оптогенетики, я, к сожалению, не представлю. Я поделюсь только своими соображениями со своей колокольни о том, в чем состоит принципиальная важность оптогенетики. И в конце расскажу о поверхностно наших результатах моделирования зрительной коры. Давайте пофантазируем, что нужно для того, чтобы передать мысль от искусственного устройства в мозг. Ну или возьмем менее амбициозную задачу, как передать изображение в зрительную систему. Передать изображение тому, у кого есть нарушения на уровне подкорковых структур. Например, это случается при рассеянном склероде. В этом случае нам нужно подавать информацию напрямую в первичную зрительную кору. И как это сделать? Если мы хотим обеспечить совершенно хорошее разрешение пространственное и временное, для этого мы должны уметь управлять нейронами, так как этими нейронами управляют синаптические контакты. Отсюда вопрос, какие сигналы, сколько этих управляющих сигналов, какие они и как их создать. Ну и основными моими тезисами будут те, что оптогенетика обеспечивает необходимый и достаточный набор сигналов, которые управляют нейронами. И нейронами оптогенетика обеспечивает достаточное временное и пространственное разрешение для стимуляции мозга. Ну и в этой системе необходимым элементом является математическая модель. Потому что те сигналы, которые мы создаем на нейронах, это вовсе не самоисходное изображение. А это те сигналы, которые в естественных условиях создаются в первичной зрительной коре. И мы их в этом случае должны смоделировать. На первых докладах, к сожалению, нигде не прозвучало то, что нейрон управляется не только током, но еще и проводимостью. Только в комментарии Алексея Васильевича Семьянова сегодня это прозвучало. Я хотел бы остановиться на этом моменте, поскольку он принципиально важен, прост, и его простота часто не осознается. Не осознается важность за простотой. Так вот, если мы рассмотрим нейрон как черный ящик, он обладает своими потенциалозависимыми каналами, а к управляющим сигналам отнесем синаптические токи, вернее, синаптические проводимости, и, может быть, ток, пропускаемый через электроды, если это нейрон под пипеткой, то давайте обратим внимание на то, что, конечно же, в условиях тех предположений, что синаптические проводимости у нас не зависят от потенциала, пока забудем об таких зависимостях, характерных для НМДА-каналов, скажем. В этих условиях мы видим в правой части в этих членах только члены, не зависящие от потенциала, и зависящие от потенциала в первой степени. Группируя эти сигналы, я могу показать более подробно, вот, собственно, то же уравнение для мембранного потенциала, вот синаптические токи и ток через электрод, если мы их запишем вот в таком виде, то мы можем видеть, что у нас есть красные члены, которые совсем не зависят от потенциала, и есть член, линейно зависящий от потенциала. Опозначим вот эти вот красные члены за У, это будет синаптический ток, который мы бы измерили в режиме фиксации потенциала на уровне ВРС, а вот эта сумма, это сумма синаптических проводимостей. И здесь неважно, сколько у нас синапсов, сколько у нас типов этих синапсов, как бы то ни было, у нас есть только два сигнала, два управляющих сигнала. И не один, конечно же, не только ток, а это ток и проводимость. Поэтому с помощью оптогенетики нам требуется сымитировать именно два сигнала. И настоящий инструмент оптогенетики позволяет это сделать. Уже много раз рассказывали о галлородопсине, хлорной помпе, о каналах родопсине, натриевом канале. Хлорная помпа, то есть помпы, они дают только ток и никак не изменяют проводимость. Каналы изменяют проводимость. Но если это натриевые каналы, то раз потенциалов между характерным потенциалом около покоя и потенциалом реверсии она велика. Поэтому такие каналы в основном обеспечивают только деполяризующий ток, но дают очень малый вклад в проводимость. Проводимость сильно меняется с помощью хлорпроводящих каналах родопсинов. Такой инструмент появился с 2014 года. Известен, насколько я знаю. Если выбирать из этих, здесь еще остается проблема, состоящая в том, что если мы выберем за управляющие сигналы хлорпроводящий канал и натриевый канал, то они, в свою очередь, управляются светом одной и той же частоты. Но, как я понимаю, эта задача решается генетикой. Следующая задача — это имитировать трехмерный паттерн засветки в коре. И это делается с помощью компьютерной голографии. То есть это уже известно, как это сделать. И вот здесь показаны искусственные паттерны, изображения двумерные, трехмерные паттерны засветки. А разрешение минимального такого пучка света соответствует приблизительно величине нейрона или меньше. То есть вот 10 микрон масштаб такого одного пучка. Теперь задумаемся о том, какие сигналы следует подать зрительную кору, чтобы передать изображение. Ну, надо иметь в виду устройство зрительной коры. И у животных с хорошо развитым зрением, у кошек, обезьян, человека, у них кора разбивается на функциональные колонки. То есть нейроны, выполняющие одну и ту же функцию, они группируются, работают вместе. Например, во-первых, существует, во-первых, имеет место ретинотопическая проекция, то есть квадратная сетка на экране проецируется на такую вот сетку в коре. во-вторых, элемент изображения, ориентированный под определенным углом, он возбуждает нейроны только в определенных колонках, скажем, в красных областях. И совокупность таких колонок образует ориентационную гиперколонку. и приблизительно то же самое, то есть существуют карты для дирекциональной избирательности нейронов. То, что нейроны однотипные, близко расположенные, работают коррелировано, это дает основание объединить их в нейронные популяции, назвать такие нейроны популяциями и моделировать их с помощью популяционных моделей, не на уровне отдельных нейросетей, а на уровне нейронных популяций. Что нужно, чтобы описать взаимодействующие нейроны популяции? Нужно описать синаптическую кинетику, нужно описать собственно возбудимость таких нейронов, то есть при заданных синаптических проводимостях просчитать частоту спайков от нейронов популяции, ну и описать пространственное распространение этой активности по аксонам. Такая модель одной нейронной популяции, то есть вот этот элемент, он наиболее сложен и он требует привлечения методов нервновесности статистической физики. В свое время такая модель для нейронов реалистичных была построена. Я покажу только такое сравнение, например, если мы под такой модельной, но экспериментальной популяцией будем рассматривать один нейрон, в который множество раз подается стимул, скажем, такие ступеньки, а выходом из такой популяции будем считать постстимульную гистограмму спайков, то этот сигнал хорошо воспроизводится моделью. Переходя к зрительной коре, мы построили модель, она состоит в такой уже комплексную, в которой единичные популяции размазаны, составляют континуум, двухслойный континуум. Один слой моделирует слой 2-3 коры, другой 4-й. Различаются популяции возбуждающих нейронов и интернейронов в каждом слое. В нейронах эти нейроны двухкомпартментные, различаются типы синапсов. Вход в нейрон, вернее, учитывается пенвилл, структура связей, то есть ориентационные гиперколонки и учитывается структура связей между нейронами, известная, что это в основном самые сильные локальные связи. В следующем приближении это так называемые пэтчи, connections. Вход в такую модель обеспечивается под моделью. Это модель на основе фильтров, то есть она описывает то, что делает латеральное коленчатое тело. Такая модель способна воспроизводить множество экспериментально изучаемых эффектов функционирования зрительной коры. Я так бегло пройдусь по ним. Во-первых, на срезах изучают свойства нелинейного взаимодействия сигналов. Например, в двух местах среза стимулируют и смотрят, как взаимодействуют эти активности, вызванные этими стимулами, и как это связано с структурой связей с пэтчи connections, а она в свою очередь отражает вот эти функциональные карты. И на таком уровне модель согласовывается с экспериментом. Далее уже in vivo можно наблюдать такие элементарные примеры восстановления паттернов корой. То есть здесь вы видите в эксперименте на обезьяне. если подается стимул в небольшой области, он вызывает и нетривиальную активность только в небольшой области. Если теперь стимул только на периферии, то нетривиальная активность внутри этой небольшой области тоже восстанавливается. Если стимул в центре информационно значим, то такого восстановления нет. Такие эффекты воспроизводятся и на модели. Ориентационная селективность. Если мы возьмем нейрон, то мы обнаружим, что он предпочитает отвечать на полоску, ориентированную под определенным углом. Если мы будем перебирать углы наклона, то мы получим колоколообразную функцию числа спайков в зависимости от ориентации. И обнаружим, что форма этой зависимости не зависит от контраста стимула. И эффект контрастной инвариантности является вызовом для моделей. Мы воспроизводили во многих моделях свойства ориентационной избирательности. Здесь в координатах ориентация и время показан ответ участка коры. Здесь участок из четырех ориентационных гиперколонок. Когда предъявляется вначале полоска вертикальная, а потом в какой-то момент меняется на горизонтальную. мы определяли те детали модели, которые ответственны за ориентационную настройку и инвариантность контраста. Например, мы можем сказать, что адаптивные все те эффекты, которые можно отнести к адаптации, например, калиевые кальций-зависимые каналы, они способны разрушить только эту ориентационную настройку, тогда как такие факторы, как NMDA-каналы за счет своей потенциал-зависимости могут ее восстановить. Дирекциональная избирательность еще более простая. Если стимул движется налево, то нейрон отвечает своими спайками. Если стимул движется здесь направо, если стимул налево, то он не отвечает спайками. И есть карта, то есть эти нейроны с определенной дирекциональной селективностью находятся в определенных областях. И это также воспроизводится моделью, но до конца неизвестен механизм этой дирекциональной селективности. И мы можем предположить два механизма, и оба дают дирекциональную селективность, но только чуть-чуть по-разному. Модель может подсказать, что надо посмотреть в эксперименте, чтобы сказать, какой из этих механизмов верен. То есть один основан на смещении рецептивных полей, другой на участии гонглиозных клеток латерального количества тела, получающих сигнал задержки и без очень интересный эффект удержания корой стимула. То есть стимул, который здесь на 50 мс показывал, вспышка света, он вызывает долгое удержание активности этой корой, хотя таких механизмов, казалось бы, нет. и если разобраться, то можно объяснить, в чем дело, модель воспроизводит и объясняет это дело. Ну там рекуррентные связи сильно важны. Ну и собственно тот же эффект приводит к тому, что мы можем фильм, состоящий из кадров, воспринимать как что-то такое сплошное непрерывное. То есть удерживаем. и вот тоже мы на модели просматриваем два варианта. В одном случае у нас пятно движется, в другом случае мы показываем три последовательных пятна и изображение у нас, вернее активность наблюдаемая в коре одинаково. Ну и последнее, я только хочу обратить внимание на сакады, которые имеют место быть, они приводят к тому, что допустим, эти шесть ориентационных гиперколонок видят вот такой элемент экрана, и если будет взгляд бегать по экрану, то вот так будет перепрыгивать стимул, и мы в результате будем видеть активность с гораздо более сильными всплесками, что наблюдается вот по на спайковой гистограмме, вот без сакад, и с сакадами в эксперименте это наблюдается, ну и в модели тоже. Таким образом, обратно возвращаясь к своим исходным тезисам, первое, это оптогенетика позволяет воспроизводить и ток, и проводимость в качестве управляющих сигналов, второе, оптогенетика может быть использована с голографией и дать трехмерный паттерн стимуляции, и третье, необходимым элементом протеизирования является математическая модель, и вот наша модель претендует на то, что ее можно использовать. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы к Антону Вадимовичу? Да, полмена сочет. Ну, вы, конечно, модельщики народ крутой, но я бы начал с анализа того, как, например, в коре отображается в зрительной коре в первичной V1 квадрат и круг. Это уже слишком сложно. это как раз очень просто. Любому животному, любому. Вот если хотя бы это сумеете проанализировать, тогда отсюда исходите и стройте модель. А вот это все зачем? мы начинаем с полоски. Полоска от квадрат не сильно отличается. Согласитесь. Отличается, отличается, но все равно непонятно, как кодируется информация сначала. Все-таки надо понять. Без латерального торможения никакое изображение не формируется. Конечно, с латеральным торможением. Ну, конечно же. Я у вас не услышал про латеральное торможение. Ну, как, торможение было, я рассказывал про то, что есть интернейроны в двух слоях, учитываемых в модели. Правильно? Скажите, пожалуйста, а как быть с тем средством, что когда то, что упоминал Михаил Аркевич, когда накладывается электронный протез на гонглиозные клетки и подается совершенно неадекватная информация в мозг, но тем не менее потом начинают различать объекты. То есть есть ли вообще какие-то правила развлечения, если они могут так перестроиться? То есть вопрос касается пластичности мозга, что он сам может подстроиться. Ну, собственно, здесь тоже можно использовать такую надежду. То есть если мы возьмем пациента, спрашивается, что мы должны вначале визуализировать структуру его функциональных колонок, а потом подавать сигналы именно в соответствии с этой картой, или мы можем любую карту произвольную создать с помощью своих сигналов, а там уже мозг подстроится. Я думаю, что он подстроится, потому что он же подстраивается, там у котят с депривированным зрением эти колонки, вернее эти полосы, которые отвечают за разные глаза, они же меняют свою толщину. Спасибо. Сейчас Михаил Альхович, подпомни. Михаил Альхович. Может быть, очень интересно, спасибо. У меня может быть наивный вопрос. Если мы протезируем гранглиозные клетки, сетчатки, то, что мы с вами обсуждали, можно это как-то модельно моделировать, в зависимости от того, какое изображение, если это речь идет о гранглиозных клетках, есть там крест или какая-то другая фигура, помоделировать зрительную систему на коре. Я, может быть, наивно спрашиваю, но смысл вы понимаете. Ну, да, понимаю. Ну, хорошо, да, в принципе, наверное, можно. то есть вот та часть, которая отвечает за обработку информации в сетчатке и в алтеральном коленчатом теле, она описывается с помощью фильтров, с помощью сверток. И, в принципе, можно, наверное, указать, в каком месте нужно увидеть именно гранглиозные клетки сетчатки, подать сигнал именно в этом месте и посмотреть, что уже в конечном счете получится в горе. То есть в этом направлении можно было бы работать? Ну, думаю, что можно. Я не знаю, какой результат можно получить. Я понимаю. Да. Спасибо. Игорь Александрович, последний вопрос сегодня. Спасибо. Я не совсем понял, может быть, я задаю совершенно не к месту вопрос, но у меня учили всегда, что проводимость и ток они взаимосвязаны. И в данном случае они тоже должны быть по идее взаимосвязаны. Другое дело, что там много свойств очень, и много каналов совершенно различных. Они будут нелинейно быть связаны. Но почему вы это противовоставляете, я не совсем очень понимаю. Они связаны. Или мне неправильно показалось. нет, нет. Ну хорошо. Давайте я переведу в термины возбуждающей проводимости и тормозной проводимости, если разрешите. То есть я могу показать слайд, где нарисованы вот этот слайд. Здесь показан график для частоты спайка, частоты спайков на одном нейроне, а по осям снизу ток, наверх проводимость. Но мы можем вести другие координаты. Вот эта красная линия это глутамотергическая проводимость, а вот эта зеленая линия это гаммок проводимость. В принципе то же самое, но суть в том, что этих сигналов всего лишь два. Не один и не три и не больше. если конечно же вступают в действия НМДА каналы, то они дают еще третий управляющий сигнал, но он отчасти может быть выражен через эти, то есть НМДА каналы в основном обеспечивают сильный ток и отрицательную проводимость. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Антона Вадимовича и всех выступающих сегодня. Спасибо. На сегодня сессия закончена. Спасибо.